Такого количества гостей в Черноморском высшем военно-морском ордене Красной Звезды училища имени Павла Степановича Нахимова не было уже давно. На отметить юбилей легендарного учебного учреждения пришли сотни человек. Выпускники училища своими подвигами и поступками лишний раз доказали. Статус кузницы военно-морских офицеров оно носит по праву. Своей отважной службой они внесли немало славных страниц в историю российского флота. Дмитрий Адмирал, Черноморское высшее, военно-морское орден Красной Звезды училища имени Павла Степановича Нахимова. В изменивании 80-х годовщины сегодня образование построено. Сформировать в Севастополе военно-морское училище по подготовке командных кадров для кораблей и частей флота. Так гласил приказ народного комиссара обороны СССР от 1 апреля 1937 года. Вновь сформированному училищу присвоить наименование второе военно-морское училище. В 1952 году училище получило статус высшего учебного заведения. Черноморскому высшему военно-морскому училищу было присвоено имя прославленного русского флотоводца адмирала Павла Степановича Нахимова. На юбилей съехалось множество выпускников. Для того, чтобы попасть на праздник, многие из них преодолели тысячи километров. Родные глазу пейзажа навевают в них воспоминания о курсантских годах. Первые впечатления были тяжелые. Тем более мы начинали учиться не здесь, а на корабельной стороне, в отдельном учебном батальоне, в Лазаревских казармах. Было всего два дерева на территории. Вокруг мощные стены, крепостные почти. Ну и, конечно, было тяжело. После 10 класса попасть сразу в казарму. Очень напряженная учеба была. Это общеобразовательный курс пока шел. Вот. И плюс службы, и наряды, всевозможные. Так что процесс закаливания шел долго, но был пройден успешно. Нас учили по программе Баумана, уготавливали первоклассных специалистов, инженеров. Нам давали те науки, кроме военных и гражданской специальности. То есть мы были готовы. Мы проектировали ракетные двигатели, мы умели проектировать планеры, ракеты, зенитные, крылатые и так дальше. Кораблевождение было очень сильно поставлено. Поэтому это училище, ему цены нет. Единственное, сохранилось училище, все институты, а это училище. Как и было задумано первоначально. Среди почетных гостей не только выпускники прославленного училища. С юбилеем воспитанников и выпускников поздравил заместитель главнокомандующего военно-морским флотом Российской Федерации Александр Николаевич Федотенков. Своей речи он подчеркнул вклад высшего военно-морского учебного учреждения в создание первоклассных офицерских кадров для военно-морского флота. Среди ваших воспитанников герои Советского Союза, Российской Федерации социалистического труда, министры обороны, адмиралы и генералы, главнокомандующие военно-морским флотом, командующие флотами и флотилиями, командиры атомных ракетоносцев надводных кораблей береговых частей, дипломаты, выдающиеся ученые и конструкторы. Отрадно, что сегодня продолжены традиции советской школы подготовки кадров для военно-морского флота. Активно внедряются современные инновации и российские стандарты высшего и среднего профессионального образования. Сейчас здесь мы на родной земле, где мы впервые одели морскую форму, где мы получили лейтенантские погоды. Спасибо вам огромное за то, что вы сохранили на своем боевом пути, на всех флотах нашего государства, признательность своим преподавателям. Любовь к родному училищу и родной святой севастопольской земле. Поздравительные слова с трибуны прозвучали и от руководителя Севастополя, временно исполняющего обязанности губернатора города Дмитрия Владимировича Овсяникова. Благодаря ратному мастерству и отваге многих поколений военных моряков, наша страна завоевала славу великой морской державы. Поэтому сегодня я поздравляю тех, для кого долг, честь и любовь к родине – это главные жизненные принципы. Уверен, что вы и впредь будете преумножать традиции флота, следуя заветам Павла Степановича Нахимова. Подзылки оркестра торжественным маршем прошли офицеры, курсанты и воспитанники Черноморского высшего военно-морского училища. Среди них есть те, кто совсем недавно встал на путь служения отчизне. В будущем именно эти ребята должны стать основой военно-морских сил нашей страны. Кирилл Попов, Дмитрий Лелека, Севинформбюро.